Здравствуйте, меня зовут Исаев Александр Анатольевич, я являюсь адвокатом Саратовской коллегии адвокатов правозащиты. Уважаемый Игдер Викторович, вынужден обратиться к вам напрямую, поскольку имеется сомнение в том, что сотрудники Саратовской областной прокуратуры, включая руководство данной организации, а также прокуратуры заводского района города Саратова, смогут разобраться сложившейся ситуацией. Мое обращение в интересах Шаронова Петра Геннадьевича, который, по моему мнению, незаконно привлекается в настоящий момент к уголовной ответственности. Дело находится в производстве заводского отдела полиции, возбуждено по статье 111, часть 1, по факту причинения тяжкого вреда здоровью человека. Органом следствия мой подзащитный обвиняется в том, что 18 мая 2021 года в период времени с 8 часов до 9 часов он нанес якобы один удар кулаком правой руки, переднюю часть живота в область левого подреберья потерпевшему, хотя никакого удара с его стороны не было. Спустя 10 дней, уже 28 мая 2021 года, потерпевший перенес операцию по удалению селезенки. Согласно экспертному заключению, потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью вследствие травмы, двухфазный разрыв селезенки. При ознакомлении с материалами уголовного дела были выявлены обстоятельства, указывающие на отсутствие вины моего подзащитного и невозможность его причастности к фактам причинения телесных повреждений потерпевшему. Так, в деле имеется протокол допроса эксперта, который указывает на то, что нанесение удара под левое подреберье, которое могло бы нанести указанные повреждения, а именно двухфазный разрыв селезенки, маловероятно. Такие повреждения, как у потерпевшего, возможны только при ударе в область боковой поверхности, либо по пояснице. В данном же случае сам потерпевший указал на то, что мой подзащитный якобы нанес ему удар кулаком именно в переднюю часть живота, что согласно пояснению медицинского эксперта маловероятно. Согласно материалам дела, потерпевший при первичных медицинских осмотрах какие-либо травмы операции отрицал, травму живота также отрицал. Более того, при первичных медицинских осмотрах потерпевший пояснил, что накануне госпитализации продолжительное время играл в активные виды спорта, такие как настольный теннис. При назначении экспертизы по делу следователь поставил вопрос, мог ли потерпевший вести бытовой образ жизни, спать, есть, передвигаться, ходить на работу, испытывая при этом незначительную боль до момента госпитализации, то есть до 28 мая 2021 года. В результате экспертизы, проведенной буквально в течение полусуток, было дано экспертное заключение, а именно, потерпевший мог вести бытовой образ жизни, спать, есть, передвигаться, ходить на работу, испытывая при этом боли до 28 мая 2021 года. При этом примечательно, что данный ответ экспертизы практически идентичен по смыслу и по тексту самому вопросу, поставленному следователем. Таким образом, ответ эксперта является ничем иным, как ответом на наводящий следователям вопрос. Вопрос следователя был поставлен таким образом, что эксперту достаточно было просто ответить «да», а не проводить полноценное исследование. В экспертных заключениях экспертами не исключалось возможности получения имеющихся потерпевшего повреждений путем падения с высоты собственного роста. При этом в момент причинения телесного повреждения потерпевший мог находиться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Следователем на разрешение эксперта был поставлен вопрос о том, мог ли потерпевший получить имеющиеся телесные повреждения при игре в бильярд, настольный теннис, ударившись самостоятельно? Экспертам был дан ответ. Для решения указанного вопроса необходим следственный эксперимент. Однако следователям соответствующий следственный эксперимент проведен почему-то не был. Вызывает вопросы также и сам текст заявления потерпевшего в органы полиции. В данном заявлении он указывает на то, что ему были нанесены телесные повреждения, удар в область живота в период с конца апреля 2021 года по 18 мая 2021 года. В своих первичных пояснениях потерпевший также указывает на то, что описываемое событие могло произойти как 18 мая, так и ранее. Потерпевший человек средних лет, в здравом уме, не лишен дееспособности. В данной связи подозрительно, что он не мог разобраться в более точной дате, в которую был причинен вред его здоровью. В материалах дела имеются многочисленные протоколы объяснений, допросов сотрудников работающих бок о бок совместно с моим подзащитным и потерпевшим, включая и 18 мая 2021 года. Все сотрудники подтверждают, что между потерпевшим и моим подзащитным никаких конфликтов не было. Жалоб на моего подзащитного потерпевшего никогда не высказывал. В данной связи крайне сомнительно выглядит имеющееся в деле показание потерпевшего о том, что на протяжении длительного времени мой подзащитный Якова периодически его наносил побои. Вероятно, что при многочисленном количестве персонала организации подобное обстоятельство не могло бы остаться незамеченным. Как следует из материалов дела, потерпевший работал в организации на протяжении 4 лет. Ему известно в том, что на территории организации имеются видеокамеры. Ему не могло быть неизвестно о том, что период сохранности видеофайлов на записывающих устройствах составляет ограниченный период времени. В данной связи возникает вопрос, почему же он не подал заявление в полицию о преступлении в более ранний срок, чтобы у сотрудников полиции была возможность изъять видеозаписи и собрать необходимые доказательства, если бы такие имели место быть. По факту потерпевший обратился в полицию только спустя несколько дней после выпуски, а точнее более недели. Это наталкивает на мысль о том, что потерпевший сознательно мог ожидать, когда видеозаписи с камер видеонаблюдения уже не смогут отразить объективные обстоятельства. Объективно ничто не мешало потерпевшему подать заявление в полицию в более ранний срок, что позволило бы изъять видеозаписи с камер видеонаблюдения и собрать доказательства преступления. Отдельное внимание следует обратить на то, что потерпевший в качестве очевидца происходящего указывает на коллегу по работе свидетеля Руслана, однако на протяжении всего периода предварительного расследования по делу данный свидетель неоднократно допрашивался и в своих показаниях ни разу не подтверждал показания потерпевшего. Более того, данный свидетель пояснил, что очевидцем описанных событий он не является. О каких-либо конфликтах между потерпевшим и моим доверителем ему ничего не известно. В рабочей смене 18 мая 2021 года было около 20 сотрудников. Органам следствия был введен допрос всех данных сотрудников, и никто из них, ни мужчины, ни женщины, не подтвердили те обстоятельства, о которых пояснял потерпевший. Никто из 20 свидетелей не подтвердил, что между потерпевшим и моим подзащитным был конфликт, в ходе которого он мог ударить потерпевшего. Безосновательно было отказано следовательно в удовлетворении ходатайства со стороны защиты о проведении необходимых по делу следственных экспериментов с участием потерпевшего. Было отказано в значении по делу дополнительной медицинской экспертизы и других ходатайствах. Таким образом, создается впечатление, что следствие по делу не только не пытается установить объективные истинные обстоятельства по делу, но и в нарушении права на защиту ограничивает не только моего подзащитного, но и мои права как адвоката по сбору представлений доказательств по делу. Следует обратить внимание на тот факт, взятый из открытых источников, что потерпевший имеет достаточный опыт по взысканию ущерба с причинителем вреда здоровью. Так, согласно сайту заводского районного суда города Саратова, за длительный период времени имеются решения суда о взыскании моральной компенсации денежных средств в пользу потерпевшего за неоднократные факты причинения побоев со стороны различных граждан. Таким образом, в уголовном деле явно нет доказательств того, чтобы сделать вывод о причастности моего подзащитного к обстоятельствам причинения вреда здоровью потерпевшего. Указанные повреждения потерпевший мог получить где угодно и от кого угодно. То, что указывает на моего подзащитного, не свидетельствует об объективности его показаний. С учетом того, что все коллеги по работе отрицают факт причинения вреда потерпевшему со стороны моего подзащитного, с учетом противоречивых экспертиз по делу, с учетом поведения самого потерпевшего, однозначно нельзя сделать вывод о виновности и причастности моего подзащитного к преступлению. Тем не менее, следственный орган при поддержке прокуратуры продолжает процедуру привлечения моего подзащитного к уголовной ответственности практически на бездоказательной базе, имеющей в своем основании множество противоречий. С подобными действиями следственного органа никак нельзя согласиться, и мы уже подавали жалобу в прокуратуру, но получили отказ в удовлетворении жалобы по формальным основаниям. В связи с этим, уважаемый Игорь Викторович, прошу дать оценку формализму и бездействию сотрудников органов прокуратуры, дать им поручение разобраться в этой ситуации и защитить права моего подзащитного Петра Шаронова. Надеемся на то, что благодаря вашей помощи и оперативному участию мы сможем восстановить законность, нарушенную при расследовании данного дела.